всем привет у микрофона олег гром как-то на стримах я рассказывал про бинокли и говорил о том что вот есть у меня один китайский бинокль который бы я никому не рекомендовал в любом случае и вы спрашивали что что за китайский бинокль он расскажи да покажи хотя я вроде рассказывал что штурман 8 на 40 но тем не менее вот нужно было показать какого качества этого бинокли и вот я вам сейчас его показываю это жутко китайский бинокль который можно встретить практически в любом охотничьем магазине ну скорее всего сейчас они уже несколько видоизменены вот потому что те далекие времена когда я убрал они выглядели так а может быть они такими и остались сверху находится такое псевдорезиновое покрытие с элементами soft touch покрытием и стоил он относительно недорого почему же я его взял да ты зачем его брал если знал что он плохой но в тот момент он мне был очень необходим вот прям вот как говорится и поэтому он был куплен и для тех своих целей он был использован и в принципе больше мне не пригодился потому что смотреть в него совершенно некомфортно сколь-либо долго но то есть где-то может минуту-две потом уже начинают болеть глаза аберрации и прочие веселости и китайской оптики и сборки соответственно но тем не менее знаю многих людей которые берут подобного рода бинокли и им даже в магазине рассказывают что это хорошие бинокли якобы и вот они радуются причем продавцы очень интересно говорят там типа вот смотрите на бинокли вот этом есть там на окулярах крышки на объективах крышки это хорошо такое часто я слышу и люди вот на основу если на крышках на объективах покупают оптику да это делать не стоит конечно крышки это хорошо но и всегда можно отдельно найти главное в оптике это собственно оптика давайте начнем наверно с внешнего вида это классические бинокль спора призмами классического исполнения вот что но я не специалист в биноклях поэтому не ожидайте какого-то досконального чего-то да то есть здесь есть вариант установки на штатив кстати вот у многих западных биноклей в том числе и китайских есть этот вариант установки на штатив у нашей бинокли этого нет если вы видите какой-нибудь бпц и с вот такой штукой то скорее всего это китайская подделка подделок на бинокли ой как много на те же бпцшки просто валом вот но и на стриме рассказывал что хочется мне новый бинокль вот старые надоело это же что-то такое хочу взять 8 на 40 или 10 на 40 на вот и как-то вот после этого всего разговора вы начали мне писать и говорить расскажи в общем дальше рассказываю 8 на 40 здесь написано якобы стекло с покрытием о чем тоже написано вот эта часть я еще ее оставил это липкий какой-то пластик как будто бы софт-тач или что-то такое здесь его очистил практически очищается спиртом это берется ватный диск берется спирт и очищается я прямо сейчас покажу как мы все это дело уберем потому что в руках его держать невозможно все это липнет да вот тут я очищал видите черный пластик выступает здесь вот уже тоже черный пластик тут еще зеленый да а тут уже черный вот тут тоже самое держать в руках его просто невозможно и вот вуаля можете наносить любой логотип свой видео там зеленая гадостная жижа это к вопросу о том вообще стоит ли брать бинокли с каким-либо покрытием тут написано штурман тоже все липко сейчас я тоже это уберу весь его надо очистить будет от этой гадости стоит ли брать бинокли с каким-либо покрытием безусловно решать вам есть резиновое покрытие мне например не нравится бинокли с каким-либо покрытием ну если это какой-то там штайнер немецкий то там свое покрытие которое будет гарантировано великолепным и хорошим вот это покрытие у вас через несколько лет превратится в кашу ну тут он у меня ему уже очень много лет на самом деле на на больше десятка лет на 15 или около того но тем не менее также это все превращается в кашу да то есть это все надо еще будет очистить еще лучше ну вот я вам просто продемонстрировал как это выглядит на есть подстройка диоптрийная на одном окуляре но такие вот резиновые это тоже надо будет все немножечко чистить стеклышки конечно я не знаю это может и пластик вообще то есть я не проверял просветление здесь особо незаметно либо какое-то есть но опять же на на видео это не видно а вот на объективах да есть действительно какое-то зеленоватое просветление от вы увидите вот он мелькает какой то есть но теперь про самые объективы то есть сами на вот в чем секрет кто-то скажет а как же взять не китайский как отличить вот смотрите на объектив посмотрите на это качество да как он туда вкручен просто-напросто и залит каким-то термоклеем а теперь сами призмы как установлены вот это тоже конечно боль для всех любителей оптики это просто боль сейчас я попытаюсь вот видите это все дело вот просто на на клею таком вот это о чем говорит вот будете где-то бы убрать до бинокль или новую на нем будет написано bpc может быть прекрасное просветление все великолепно внутри будет вот эта вот шляпа это говорит о том что при изменении температур просто китайцы лепят на такой вот клей при изменении температура ставите его вы его на на торпеде у себя на автомобиле от нагреет его солнышко и металл расширится и вот это все отвалится то есть поведет или остынет слишком сильно и тоже отвалится на то есть и все и можно бинокль на свалку хотя такой бинокль можно сразу на свалку потому что его никому нельзя рекомендовать там ни в каких не начинающим не там временный какой-то вот у меня просто была необходимость его взял так бы ни в коем случае его не брал вот достаточно легкие вполне себе вот покрытие облазит жуткие аберрации и конечно же конечно же конечно же хроматит по качеству изображения тут говорить ничего не приходится она просто ужасная 8 на 40 ну примерно где-то так она есть но только по центру можно что-то нормально разглядеть все остальное ближе к краю это дикий ужас вся картинка она изначально такая была мутная ну и все в таком духе да то есть я не думаю что китайцы начали делать лучше именно китайские бренды и такие псевдо бренды типа там штурмана да и весны плюс наверное это его что он шел в такой мягком кофре и в этом мягком кофре чё-то у меня сейчас другое лежит я уже не помню чё но вот этот и единственный его плюс что еще тут можно сказать-то по поводу этого всего но естественно он не влагозащищен безусловно в нем нет какого-нибудь там инертного газа в нем ничего не наполнен то есть водичка протечет воронять тоже нежелательно и все такое прочее сейчас на рынке не вот искал как раз таки бинокль заходил в различные интернет-магазины искал в ближайших городах и знаете магазины завалены китаем но не таким ужасным китаем хотя такого тоже конечно же более чем но я имею ввиду такие более-менее специализированные магазины по оптике они завалены тоже китайскими брендами но всякие там ливенхук и там и все прочее но это типа американцы но он самом деле все делается в китае но то есть за те деньги там топку как бы жалко отдавать такие деньги за ливенгуки которые в магазинах этих просят да то есть имейте это в виду да если будете что-то брать там буквально две марки и все этим завалено все все остальное на заказ да то есть вот если вы придете в магазин вы навряд ли видите какие-то другие бинокли что я хочу взять я хочу взять бпц жку мне хочется взять его ну либо официальных дилеров прям с завода либо еще как-то не знаю получится или нет ну в том плане как пока что финансы не позволяют но в ближайших планах прям очень-очень как знаете как говорится огонь в одном месте загорелся и теперь вот жить не могу прям очень даже хочу а этот бинокль я наверное знаете что с ним сделаю я наверное вот так знаете таким вывешу общедоступным биноклем ну вот бывает там то вертолеты летают вокруг и естественно выбегают все посмотреть там что за вертолет чего потом начинают спорить да вот такой по моему был да вроде белый да вроде синий да вроде надпись ну и действительно вертолеты надо мной летают достаточно часто что последнее время что странно не очень разные и в общем всем интересно теперь посмотреть на эти вертолеты и то что споры разгораются нешуточные вот я его долго искал все таки нашел да то есть он мне там был завален в хламе но сейчас его очищу от всей этой гадости где она есть вот ну что это просто невозможно потом вся рука липкая очищу от всей этой гадости где то есть вот это вот вроде час она резиновая но тоже с каким-то покрытием ну то есть вот весь он такой вот и весь весь такой вот здесь то же самое вот это вот все тоже вот это вот липкая липкая покрыта вот я берусь короче пальцем вот вы видите вот тык вот еще новый остался еще но вот это все надо чистить удастся или нет посмотрим вот но есть на регулятор вроде бы нет не облез но такой вот пожалуйста регулировочка небольшая сам по себе такого форм-фактора бинокля очень мне тоже нравится 8 на 40 10 на 40 или там меньше даже если кратность это не страшно наоборот это такие удобные полевые бинокли для того чтобы взять куда-то в поход то это очень нужно особенно там всякие выживальщики вот рекомендую обратить на бинокли с небольшой увеличением то есть небольшой какой-то кратностью потому что больше будет шире поле обзор у вас это во первых меньше дрожание потому что чем больше увеличение тем вот если у вас руки там немного дрожат то на на большом увеличении у вас будет дергаться изображение что совершенно не комфортно наблюдать вот а вот такие вот это и на мой взгляд вот идеал то что можно носить именно из бинокли это наверное на 10 на 40 это вот даже не делал то максимум вот выше уже нет никакого смысла абсолютно ну вот 8 на 40 тоже приятно ну и так далее у меня есть еще один бинокль древняя 7 на 50 сомзовский если сейчас не путаю но если интересно будет это же про него расскажу и вообще если вам интересна тема биноклей там выборы биноклей все прочее вы напишите ну и если что я конечно же сделаю такое видео где уже более подробно распишу что чё к чему где чего и почему вот ну как говорится вот мой самый наверное неудачный бинокль из всех что я держал в руках то есть это вот хуже него нет ну наверняка есть конечно но это просто тихий ужас просто знаете эталон как не нужно делать бинокль но тем не менее многие берут прилавки заваленные таким добром люди берут и как бы не обращаете на что внимание потому что не знают о каких-то вещах вот но я тут не о всем конечно рассказал но все-таки на этом все друзья спасибо за внимание вам пользуйтесь хорошими биноклями оптикой вообще любой и чтобы она вас радовала до скорых встреч ваши лайки ваши комментарии по поводу может быть у вас какие-то бинокли расскажите интересно ли вам чтобы были еще видео я хочу от вас услышать с удовольствием почитаю пишите у микрофона был элегром всем удачи всем пока